С древних времен театр и кино всегда привлекали зрителей своими зрелищными представлениями. И одним из самых захватывающих аспектов этих искусств является умение актеров передать драматические сцены, особенно те, где присутствуют захватывающие дух, сражения и боевые искусства. В этом ролике мы расскажем о некоторых актерах, которые обладают не только выдающимся актерским талантом, но и умением драться, что позволяет им максимально реалистично воплотить на экране своих персонажей. Анатолий Журавлев Анатолий Журавлев – актер театра и кино. Зрителю Анатолий известен по работам в фильмах «Жмурки», «Классик», «Непослушник», по первой части «Боевика брат», где сыграл эпизодическую роль нервного бандита. А также по многочисленным сериалам, среди которых «Жуки», «Бывшие», «Бандитский Петербург» и так далее. Родился 20 марта 1964 года и провел свое детство и юность в одном из городов Урала. Анатолий рос хулиганистым парнем, поэтому, когда в его жизни появилась возможность заниматься боевыми искусствами, это пошло ему только на пользу и значительно улучшило дисциплину. С ранних лет его увлекали различные виды единоборств, но особенно Анатолия заинтересовала тхэквондо. Журавлев решил посвятить себя этому виду спорта и начал активно тренироваться, участвовать в соревнованиях и добился отличных успехов. Анатолий является первым и последним чемпионом СССР по тхэквондо в 1991 году весовой категории до 80 килограмм и стал обладателем черного пояса. Кроме занятий тхэквондо, Анатолий Журавлев также занимался боксом, став кандидатом в мастера спорта. На одном из чемпионатов в Санкт-Петербурге он завоевал бронзовую медаль. Тогда серебро завоевал Николай Валуев, который в полуфинале победил Журавлева. Далее он все свое внимание переключает на карьеру актера, где тоже весьма преуспел. Решив вспомнить свое спортивное прошлое, Анатолий в 2007 году решил поучаствовать в шоу «Король ринга», где он проводил поединки по правилам бокса с другими звездами шоу-бизнеса. Анатолий заменил выбывшего Михаила Мамаева, не проиграл ни одного боя, в том числе побил победителя шоу Эдгара Запашного, но так как зашел в проект слишком поздно, то набрал меньше очков, чем чемпион проекта. Олег Токтаров В 1994 году пока еще мало кому известный 27-летний Олег Токтаров уезжает из России в США. По одной из версий для того, чтобы попытаться реализовать свою давнюю мечту – сниматься в голливудском кино. Но по другой версии, так как время в России было неспокойное, а на тот момент Олег уже имел успешный бизнес и руководил компанией, возможно этот отъезд был вынужденный. Итак, Токтаров уезжает в США в 1994 году без грин-карты и знания английского языка. Заканчивает актерскую школу в Голливуде и становится одним из самых ярких представителей России в голливудском кино. Олег снимался в фильмах вместе с самыми именитыми актерами Голливуда. Например, «Самолет президента» с Харрисоном Фордом, «Плохие парни 2» с Уиллом Смитом, «15 минут славы» с Робертом Де Ниро и даже в фильме «Хищники», но не с Арнольдом Шварценеггером. Также за его плечами немало работ и в российском кино. «Человек без пистолета», «Вий», «Конек-горбунок» и прочие. Но вернемся в детство нашего героя. Отец Олега военнослужащий, сам занимавшийся в юности боксом. Решив, что сыну не помешает научиться постоять за себя, он записал его в секцию самбо и дзюдо, которой руководил опытный тренер. Олег упорно тренировался и выступал на различных соревнованиях. Его тренер видел в нем большой потенциал, о чем неоднократно говорил, и оказался прав. По другой же версии, до самбо он уже имел опыт в боевых искусствах и уже 6 лет занимался боксом. В 1990 году Токтаров выполнил норматив мастера спорта СССР по самбо и даже являлся инструктором по боевым искусствам в структуре КГБ СССР. При переезде в Америку Олег планировал на первых порах зарабатывать при помощи своих спортивных навыков. В апреле 1995 года он дебютирует в UFC под прозвищем «Русский медведь». А уже летом, участвуя в гран-при UFC 6, становится его победителем. Всего за свою спортивную карьеру в ММА Олег провел 24 поединка, одержал 17 побед, 5 раз проигрывал и два боя закончились в ничью. Так же, как и Анатолий Журавлев, выступил в матче по правилам бокса против голливудского актера Дольфа Лунгрена на проекте «Король ринга». Павел Прилучный Павел Прилучный – талантливый и харизматичный актер, звезда сериала «Мажор», широкую известность получил после выхода фильма «На игре», где сыграл одну из главных ролей. Родился Павел в городе Чимкент, но в 90-х годах, после развала СССР, переехал с семьей в Россию. Павел занимался боксом, вокалом и хореографией, ходил в музыкальную школу. Любовь к боксу Павлу досталась от отца, который сам занимался этим видом спорта. Прилучный был довольно конфликтным подростком, очень остро реагировал на любое слово, часто доводя дело до драки. В возрасте 14 лет будущий актер решил оставить занятие боксом, так как стало портиться зрение. И продолжать тренировки было большим риском для юного Павла. Всего за свою спортивную карьеру, по словам Павла, у него было 10 сотрясений мозга. Сейчас, как только появляется свободное время, Павел старается посещать спортзал. Предпочитает выполнять боксерские упражнения, так как считает это своим видом спорта. Но больше не спаррингует, так как с нынешней работой это малосовместимо. Владимир Вдовиченко Звезда телесериала «Бригада», фильмов «Бумер». Родился Владимир в 1971 году в небольшом городке Калининградской области, где впоследствии окончил среднюю школу и отправился служить в военно-морской флот. После службы в 1997 году поступил во ВГИК, который успешно окончил в 2001 году и начал свою карьеру в кинематографе. В юности Владимир рос бойким парнем, ходил в секцию бокса и засматривался фильмами с Ван Дамом. Суровое детство в небольшом городке Калининградской области научило Владимира Вдовиченко тому, что иногда нужно уметь постоять за себя. Он не был зачинщиком драк, но если ситуация требовала, то мог применить силу. Вот что говорит по этому поводу сам Владимир. «Я исправно ходил в спортивный зал, занимался боксом, чтобы уметь отстаивать и любовь, и дружбу, и свой авторитет. А защищаться приходилось постоянно, потому что неблагополучные интернатовские дети часто нападали и отбирали деньги». Никита Калагривый Никита Калагривый – представитель молодого поколения российских актеров, который в последнее время отметился множеством ярких ролей в кино и интервью. Среди его работ такие сериалы, как «Два холма», «Слово пацана», «Оффлайн», роль Емели в фильме «По щучьему велению», роль Дэна в «Отчаянных дольщиках» и много чего еще. Увлекался разными видами спорта, такими как каратэ, греко-римская борьба и айкидо. «Увлекаюсь каратэ, самбо, дзюдо, бразильским дзюджичком». Отец решил записать Никиту на бокс. Именно боксом Калагривый занимался активнее всего. А после окончания школы он даже подумывал о том, чтобы поступать на тренера – педагогический институт в Новосибирске. Но все же выбрал профессию актера. Благодаря многолетним тренировкам и участию в большом количестве соревнований Никита смог получить первый взрослый разряд по боксу и на этом решил закончить соревновательным спортом. Вот что говорит об этом сам Никита. Бокс до сих пор со мной. Я стараюсь поддерживать форму. Спорт – это дисциплина, прежде всего закалка. На этом все. Если есть желание, то поставьте лайк, напишите комментарий, а если желания нет, то напишите об этом в комментариях. Всем пока! В принципе слова пацана – сходите в секцию бокса на один год, если вы там не были. И получите пару раз хорошенько по печени, по голове. Потом придите домой, подумайте. Лучше вам поиграть в фортнайт или сходите все раз туда. Субтитры сделал DimaTorzok